Конструктивный диалог по социально значимым вопросам нашего района, такая задача стояла перед участниками третьего гражданского форума. Среди них члены общественной палаты, активные и неравнодушные граждане, представители власти муниципалитета. Именно взаимодействие, по мнению главы Ленинского района Олега Хромова, позволит наиболее эффективно подойти к решению насущных проблем. И для того, чтобы именно общественность и их представители в общественной палате, не просто депутатский корпус, как представительный орган, а именно общественная палата могла сформулировать для нас не только новые задачи, но и подсказать пути их решения. И тогда это может лечь уже в нормативно-правовые акты. В рамках форума была организована работа шести круглых столов. Такой формат выбран не случайно. На подобных дискуссионных площадках ни одно высказанное мнение не останется незамеченным. Спектр вопросов, вынесенных в повестку дня, самый разнообразный. От ответственности бизнеса до культурного богатства нашего района. Не забыли и о социально-экономической проблематике. Так делегаты одного из круглых столов обсуждали плюсы и минусы программы «Мой подъезд». К участию пригласили как жителей, так и представителей управляющей компании. Несмотря на то, что по итогам 2017 года программа в Ленинском районе признана эффективной, тем не менее были выработаны замечания, в частности расширение выполняемых обязательных работ. Очень много было предложений к этой программе, чтобы вошли замена окон, замена плиток на первом этаже, видеонаблюдение. Мы надеемся, что мы будем услышаны. В этом году эта программа будет изменена, эти дополнения будут включены. 2018 объявлен в России годом волонтера. Поэтому одной из наиболее популярных площадок форума стал круглый стол под названием «Я доброволец». Среди аудитории много молодых лиц. Сюда пришли студенты и школьники, которые хотят попробовать силы в этом нелегком, но таком благородном деле. Перед ними выступили эксперты и поделились своими знаниями и опытом. Татьяна Филипова – ровесница многих из тех, кто сидел в зале. Уже три года доброволец спасательного отряда Лиза Алерт считает, что волонтером может стать каждый человек. Главное – правильно определиться на начальном этапе. В первую очередь он должен понять для себя, от чего он может отказаться, что он может себе позволить и чем он конкретно хочет заниматься. И первый отклик не заставил себя ждать. На форуме шла регистрация желающих стать волонтером на инклюзивном парафестивале «Ты можешь больше», который пройдет 14 марта в Ленинском районе. Всего необходимо 50 человек и 26 записались в добровольцы прямо здесь. Другим итогом тематической площадки стало решение о систематизации волонтерского движения. Единогласно решили, что в Ленинском районе должен быть создан информационный портал «Единый» по волонтерству и добровольству. Должен быть создан ресурсный центр, в котором будет оказана поддержка волонтерам и волонтерским движениям. Работа форума продолжалась более трех часов. И наилучший его итог, по мнению участников мероприятия, скорейшая реализация всех принятых решений. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин и Ольга Садовская. Видное ТВ.